Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал диетолога Скачко! Советов, как снизить вес или как набрать вес, как вылечить ожирение, либо вылечить анорексию в интернете — множество. Но! Важно, исполняя их, не потерять самое главное — ваше здоровье. А перед этим — здравый смысл в выполнении не самых простых рекомендаций. В этом видео я дам вам проверенные на себе и на своих клиентах, пациентах советы, как приготовить кофе правильно. Для того, чтобы использовать его в лечении анорексии. Или набрать вес. Или в лечении ожирения, чтобы снизить вес. Кстати, сразу совет для холериков, которые нужно получить просто все здесь и сейчас. И которые говорят — быстрее пишите видео! И для сангвиников, которые говорят — слишком длинные видео пишите! Не вопрос! Эти рецепты я взял из своей недавно опубликованной книги «Кофе, Рейши, Алоэ, Вера и Ваше Здоровье». В которой, кстати, не два способа, как я сегодня расскажу. А 132 способа приготовить кофе. Для того, чтобы вылечить гастрит, холецистит, дисбактериоз кишечника. Улучшить работу иммунной системы. Куча разных вариантов. 200 страниц текста. Кстати, 68 кофейных тестов. Которые тоже, прежде всего, нужны холерикам и сангвиникам. В самой большой опасности находятся именно люди с таким темпераментом. Если не знают, как пить и готовить кофе правильно. Поэтому, я так понимаю, холерики и сангвиники уже пошли звонить мне по телефону. Заказывать книгу. Не вопрос! Либо пишите в почту. Вы видите. Ну а для оставшихся у экрана. Я расскажу, как все-таки приготовить кофе. Для того, чтобы изменить вес правильно. И можно, конечно, приготовить кофе в термосе. Можно приготовить кофе в чашке. Можно в турке. Каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Кстати, тоже в книге есть анализ разных способов приготовить кофе. Для вашего здоровья. А я приготовлю более простым способом. У меня есть такая кофеварка. Давно ею пользуюсь. Вот я приготовлю в ней. Кстати, если вы любитель готовить кофе в турке. Можем устроить с вами соревнования. Вы выполняете действия за мной. Вы ставите на огонь. Я нажму кнопочку. И кто первый сварит кофе. Напишите в комментариях, сколько времени у вас ушло на то, чтобы приготовить вкусный и полезный кофе для здоровья. Итак, что нужно для того, чтобы приготовить кофе. Это пока я уберу за ненадобностью. Конечно нужно первое выбрать кофе. Для того, чтобы набрать вес и начать лечение анорексии. Я всегда советую выбирайте кофе сорта арабика. Она в большей степени может вам помочь. Для тех, кто хочет снизить вес и избавиться от лишних килограммов начать лечение ожирения. Выбор ваш. Либо арабика, либо робуста, либо любой купаж зерен. Тут уже, как говорится, на ваш вкус. Все равно тем способом, которым я посоветую вам приготовить кофе, вы себе не навредите. Далее. Степень обжаривания зерен. Всегда средняя степень обжаривания зерен. Это самый полезный кофе. Можно даже немножко не дожарить. Не дотянуть до первого треска зерна. И в этом случае кофе будет еще более полезен и для лечения анорексии, и для лечения ожирения. Количество кофе в данном случае на один день. Это чайная ложка с небольшой горкой. Примерно вот так. Такое количество кофе. Далее. Что важно. Дальше появляются полезные советы диетолога и секретные ингредиенты. Ингредиент номер один. Который нужен всегда. Если вы хотите снизить или набрать вес. Это сахар. Сахар в таком количестве. Примерно пол чайной ложки. Усиливает растворимость биологически активных веществ кофе. И ценность этого напитка в любом случае. И вот такое количество сахара я советую использовать. Если вы хотите снижать вес и лечить ожирение. Если вы хотите набрать вес. То количество сахара может быть и таким. Может быть и больше. Я люблю сладкий кофе. Возможно поэтому я и набрал вес в 2018 году. Когда написал десяток книг. И в состоянии гиподинамии немножечко набрал вес. Кофе мне не помог. Все-таки сопровождающие продукты были в большем количестве. Я для себя люблю 3 ложечки сахара на такую турочку. Далее что еще очень важно сделать. Если вы хотите снижать вес. То теперь в турку должен попасть еще один секретный ингредиент диетолога с качком. Это пищевая сода. Количество тоже на кончике ложки. В этом случае кофе вы получите практически без кофеина. Именно поэтому я и сказал. Не имеет значения какой кофе вы выберете. Это дело вашего вкуса. Кофеин останется в осадке. И не сможет поднять артериальное давление. У тех кто хочет снижать вес. Чаще всего оно повышено. И это риск для вашего здоровья. Даже для вашей жизни. По которому или из-за которого чаще всего кофе исключают из рациона. А зря. Это прекрасный. Я бы сказал. Даже не напиток. А продукт питания. Содержащий более 300 биологически активных веществ. Поэтому кофе. Если приготовить и добавить небольшое количество соды. Сода делает алкалоид коферинин нерастворимым. Он не сможет попасть в напиток. Останется около жмыха. И в этом случае вы будете кофе использовать правильно. Я хочу немножко набрать вес. Немножко переборщил. За 2019 год сбросил около 20 кг. Сейчас хочу немножечко увеличить массу тела. Поэтому я буду использовать для себя другой секретный ингредиент диетолога Скачко. Это поваренная соль. Количество на кончике ложечки. Она увеличит биологическую ценность финального напитка. И в этом случае тоже кофе будет еще лучше способствовать набору веса. Объяснять не буду почему. Все объяснено в книге. Если хотите. Можно заказать книгу «Кофе Рейджи Алоэ Вера и Ваше Здоровье». Немножко проще и дешевле. Книга «Почти все о кофе». Книги за моей спиной находятся. Их можно купить. И более подробную информацию о разных биологически активных веществах. Которые есть в кофе. И могут по-разному влиять на ваше здоровье. Вы там найдете. Далее, какой компонент должен попасть в напиток для его приготовления. Это, конечно же, очищенная вода. Она у меня находится здесь в термосе. Очищенная холодная вода попала в напиток. Термос ждет своей дальнейшей участи. Ну, а немножечко перемешать не помешает. И дальше я ставлю, чтобы начать приготовление. Ну, кто со мной был вместе, готовился посоревноваться, не вопрос. Если вы готовы, вы можете поставить видео на паузу, если вы еще полностью не готовы. А потом включите, когда я нажму кнопочку. Итак, процесс пошел. А пока кофе заваривается, я расскажу уже, как применять кофе. В зависимости от того, хотите вы снижать вес, либо набирать вес. Начну с рекомендации тем, кто хочет набрать вес и начать лечение анорексии с помощью правильно приготовленного кофе. В этом случае вы используете кофе по 50-70-80 мл. Иными словами, небольшой объем. За 3-5-10-15 минут до еды. Все зависит от состояния желчного пузыря. Процесс приготовления у меня уже пошел. Кофеварка уникальна тем, что она контролирует температурный режим. И вываривает максимальное количество биологически активных веществ из кофе. Знаете, говорят, в карете прошлого далеко не уедешь. Карета, да, она есть. Карета у меня карета. Но лучше использовать современные достижения электроники и техники. Количество кофе я вам сказал. Почему в состоянии желчного пузыря? Если у вас есть дискинезия желчного пузыря, я не советую делать большой интервал между приемом кофе и едой. То есть 3-5 минут, не более. Правильно приготовленный кофе в количестве 50-70-80 мл. Если у вас желчный пузырь в хорошем состоянии, но нет желчекаменной болезни, то тогда за 10-15 минут до еды вы правильно приготовленный кофе в нужном вам количестве используете. Что вам в этом случае дает кофе? Вкус, аромат кофе усиливает секрецию и слюны, и желудочного сока. Иными словами, пищеварительная система будет работать лучше. На старте она будет лучше переваривать пищу. А только переваренная пища дает возможность набирать вес. Если вы просто съели и у вас усилилось вздутие живота или молчание, то вы не просто не набираете вес, вы еще и рискуете своей жизнью. Метеоризм очень опасен всем. Вне зависимости от вашего пола, возраста и уровня здоровья. Всегда идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И можно легко умереть от острой сердечной недостаточности. Либо если сердечно-сосудистая система среагировала жестко повышением давления, у вас повышается риск инфаркта или инсульта. Поэтому так шалить со здоровьем я вам не советую. Готовьте и принимайте кофе правильно. Что делать тем, кто хочет снизить вес? У вас несколько вариантов. Вариант первый. Вы точно так же, но по-своему приготовленный кофе, используйте в количестве 50-70-80 мл перед едой. В зависимости от состояния желчного пузыря. В приеме пищи всегда должен быть кусок мяса, рыбы или птицы правильно приготовленной. Иными с вами белковая пища. Переварить которую поможет кофе, принятый именно таким способом. Что дадут вам белки? А белки приносят в организм 9 килокалорий. Остается всего 4. 5 сгорают в виде тепла. У вас активируются обменные процессы. И вы легче снижаете вес. У вас жир тает просто как снег на солнце. Я испытал это на себе. 20 килограмм веса сбросил почти за год. И вес не возвращается. Я теперь прилагаю усилие. Для того, чтобы набрать пару-тройку килограмм. Потому что чувствую, что немножечко маловато сейчас. Веса около 70. Хотелось бы иметь 72-73. На мои 1,65 м. Это идеальный вес в моем возрасте. Напомню, что в возрасте после 40 очень тяжело сбрасывать вес. Не скажу, что это тяжело. Если вы делаете правильно. Если вы используете мою систему СССР. Найдите в интернете. Там есть такая информация. А пока готовится кофе. Я расскажу вам еще один способ. Как приготовить, не приготовить, а принимать кофе для снижения веса. Правильно. Если у вас вдруг появился аппетит. И вы не хотите принимать еду. То приготовьте правильно кофе. В этом случае у вас количество кофе на прием будет 100-150 мл. И примерно такое же количество молока добавьте. У вас получится низкокалорийный прием пищи. Но. Все-таки прием пищи. Молоко никогда не должно быть обезжиренным. Это условие для того, чтобы срабатывала печень. И у вас как осложнение неправильного снижения веса не развился жировой гепатоз. Либо стоят и гепатит. Я знаю, что делать, если у вас есть печень и почки. Кстати, правильно приготовленный кофе помогает работе и печени, и почек. Это в новой книге кофе рейша и алоэ вера я описал. Если вы неправильно снижали вес. У вас были приемы пищи без жиров. У вас канцерогены, которые легко накапливаются в жировой ткани. Неудаленные, не нейтрализованные в печени. Могут быть где угодно. И у вас резко повышается риск онкологии. И моя книга «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика» тоже может вам со временем понадобиться. Как профилактический инструмент. В ней я описал разные способы снижать вероятность развития онкологии. А возможно некоторые вы используете, которые повышают риск онкологии. Это все есть в книге. Можно легко провести срез своего образа жизни. И понять, склонны вы к онкологии или нет. Возможно у вас реально здоровый образ жизни. И у вас онкология не возникнет никогда. А возможно вы жестко рискуете. Некоторые факторы легко можно изменить. Чтобы риск онкологии снизить. И не познакомиться с этим не самым простым диагнозом. Тем более, что если вы снижаете вес неправильно. Без правильного режима питания 4-5 раз в день. Без правильного рациона питания. Где в каждом приеме пищи есть жиры. Есть термически обработанные овощи и фрукты. Сыры можете даже не пробовать есть. Напишу в ближайшее время видео. Где я разберу ценность для вашего организма. Сырой пищи, термически обработанной. Возможно какую-то еще возьму для сравнения. А вы сделаете тот выбор. А нужна вам эта пища или нет. Итак, два способа применять кофе. При лечении ожирения для снижения веса. Я вам уже рассказал. Либо перед едой 4-5 раз в день. Или 2-3 хотя бы там где у вас. Мой кофе уже готов. Не знаю, если у вас кто со мной соревновался. Кофе готов. Возможно обязательно скажу. Должна быть пеночка. Вот такая как у меня. Шикарная пеночка. Вот. Она должна быть в напитке. Это говорит о том, что кофе приготовился реально правильно. Что делать дальше с этим кофе? А делать очень просто. Для того, чтобы вы не готовили. Это будет с моей стороны неправильный подход. Для того, чтобы вы не готовили кофе в такой турочке. Это порция на один раз. И для снижения, и для набора веса. Можно приготовить кофе один раз. И дальше перелить его в термос. Но. Если вы хотите кофе использовать для набора веса. Тогда вы просто перемешали кофе. И с осадком перелили в термос. Если у вас кофе для снижения веса. Вам нужно сделать по-другому. Вам нужно переболтать немножко. Пеночка пусть осядет. Подождать, пока кофе немножечко остынет. И далее слить две трети. Осторожно. Не перемешивая. Две трети верхней кофе. В нижней трети останется алкалоид кофеин. И он не сможет вам нарушить работу сердечно-сосудистой системы. И вы тогда будете лечиться правильно. То есть в этом случае вы в безопасности. Я использую кофе для набора веса. Поэтому мне нужно все. Максимум полезных веществ. Поэтому я перемешал. И перелью обязательно с осадочком. В волшебный аромат. Все. Теперь вам не нужно стоять целый день у плиты. Это будет неправильно. Кофе у вас практически готов. Закрыли в термос. Можно накрыть крышкой. Кстати она же может служить и меркой для приема кофе перед едой. И в этом случае вы будете правильно и снижать вес. И набирать вес. И безопасным для этого способом. Конечно больше информации про правильное питание. Как его использовать в зависимости от вашего пола. Возраста. Уровня здоровья. Некоторых других особенностей вашего образа жизни. Есть и в книге почти все о кофе. Но тут мало. А вот кофе, рейша, алоэ, вера и ваша здоровье. Здесь почти 200 страниц текста. И достаточно много информации. Как раз для и снижения веса. И для лечения анорексии. А также как использовать кофе и питаться правильно. При других сопутствующих заболеваниях. Которые могут быть в каждом из этих случаев. И вы можете правильно используя эту информацию. Своё здоровье безусловно же. Беречь самое главное ваша ценность. Потерять его очень легко. А беречь нужно правильно выполнять действия. Не только здесь и сейчас. Но и на перспективу. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Я думаю что лайк на него уже можно поставить. Если вы хотите выразить свое мнение по поводу этих способов приготовить кофе. Пишите в комментариях. Если у вас есть какие-то дополнения. Пишите комментарии. Пишите отзывы под этим видео. Если вы со мной соревновались. Напишите сколько времени у вас ушло на приготовление кофе. У меня вы четко можете проследить. Это видео ушло одним куском. Без купюр. Поэтому сколько времени ушло на приготовить кофе у меня. Вы знаете точно сколько ушло у вас. Напишите в комментариях. До новых встреч на моих видео каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте искать кулинарный канал Диетолога Скачко. Там много видео. Много полезной информации для вашего здоровья. В том числе и больше 10 видео есть. Как готовить кофе в зависимости от разных целей и задач. Которые вы можете перед собой поставить. И вы можете и эти видео тоже просмотреть. Найдя на моем кулинарном канале Диетолога Скачко. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok